всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream меня зовут марина кто не знаком со мной у меня впервые на канале и сегодня я хочу сделать для вас наш традиционный расклад по поводу паузы или расставания с вашим мужчиной давайте посмотрим если сейчас вы на паузе почему-то расстались или просто мужчина исчез по какой-то непонятной или понятной причине или же если мужчина совершенно никак не действует и ваши отношения не развиваются стоят на стопе и что чё дальше ждать от этого давайте все это посмотрим на колоде таро его задумывайте пожалуйста вашего мужчину благодарю вас мои дорогие за донаты огромное спасибо каждому кто присылает мне доната мне очень очень приятно что поддерживаете меня благодарю вас за комментарии за подписки за лайки за все 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 способы поддержки моей работы я очень искренне и нежно люблю всех вас итак точка или пауза позвонит ли напишет ли если энергии движения к вам почему молчит и так далее ух ты смотрите-ка семерка свечей ведь это показывают вас вас и энергетику ваших отношений но вы такая боевая дамочка это точно себя в обиду не дадите даже если и бывает такое в жизни то значит вы учитесь таким образом давать отпор и в этих отношениях во многом вам приходится именно в такой позиции и находиться или бороться с самой собой со своими эмоциями чувствами с разными энергиями которые посещают вашу душу или же возможно мужчина у вас такой достаточно сложный и вам постоянно приходится быть в неком таком напряженном состоянии вот но вы боец борец безусловно это очень хорошо а что за мужчина что за мужчина десятка пентапли но это семейный вообще аркан это семейная карта здесь или у вас есть планы выйти замуж за этого мужчину даже если вы скажете нет значит на подсознательном уровне у вас это есть вы видите его как своего мужа отца своих детей и так далее или же конечно может быть что мужчина не свободен ваш муж или чей-то муж может быть прошлое допустим на у него семейная у вас или вы не свободны карта семьи легла сразу же здесь вот эти аспекты имеют большое значение которых я сейчас сказала также конечно если у него есть семья дети внуки мама папа или нет детей но вот какие-то родственники они могут безусловно оказывать на него влияние также как и на вас но в первую очередь семейный аркан десятка пентаклей о том что вы с ним по сути конечно друг другу мало того что очень подходите вы были бы прекрасной парой в теории возможно ею и являетесь на самом деле еще еще что за человек сигнификацию красненькую такую посмотрим а к сожалению довольно нерешительный долго соображает что к чему долго взвешивает за и против перед принятием решения очень часто смотрите девушка идет с двумя чемоданами к закрытой двери мало то что дверь еще закрыта ей нужно ее открыть но еще надо и пролезть с этими двумя чемоданами она их везет не один за одним а прямо вот так вместе есть сложно будет пройти в эту дверь так вот здесь о том что надо учиться ему один чемоданчик вперед продвигать а второй сзади себя вести чтобы аккуратненько и очень удачно в эти двери входить здесь речь о том что долго может взвешивать долго эти двери преодолевать не понимая какой чемодан поставить вперед вот ну как-то так мужчина любит когда женщина с ним щедра он любит получать подарки в виде эмоций в виде прикосновений нежных в виде прекрасных слов которые женщина ему говорит то есть он часто чувствует себя когда вы проявляете к нему очень позитивные приятные энергии эмоции ему даете свои дарите он чувствует себя прям как маленький мальчик перед санта клаусом который держит огромную коробку с шоколадными конфетами и мальчик в возбужденном состоянии таком ждет когда санта ему даст эту коробку он откроет и посмотрит какие конфетки там внутри он любит когда вы делаете сюрпризы ему и не только вы а вообще в отношениях с женщинами он любит это получать подарочки от женщин он любит от тех женщин с которыми находится в отношениях каждый расклад нам показывают некие аспекты важные для вас какие-то стороны характера вашего мужчины ну вот сегодня нам рассказали об этом знаете вы это или нет но информация пришла такая почему молчит в чем дело и как видит вообще ситуацию между вами но тот сильно мужчина не не угнетен так я вам скажу молчит потому что ну так он решил для себя что пока он помолчит вполне возможно кому-то из ваших мужчин действительно нужен период тишины и неважно вы с ним рассорились и расстались как-то некрасиво или же у вас непонятно как но произошло так что мужчина исчез есть мужчине нужен период тишины для кого-то из ваших мужчин здесь идет так смотрите какой надеюсь рыцарь чаш что решил прогуляться без вас так скажем ну то есть ему захотелось побыть одному какая бы ни была причина вашего расставания здесь мужчине нужен период побыть одному может быть где-то отвлечься развлечься и потом для себя принимать решение то есть сказать что он здесь страдает весь в таких тяжелых энергиях и не может спать из-за того что вы расстались я не могу он достаточно спокойно относится к этой ситуации сейчас зачем он занят давайте-ка посмотрим сейчас ухты это вы или другая женщина но он думает о вас на самом деле нам даже показали не столько чем он занят а его мысли о вас возможно даже сейчас когда вы смотрите этот расклад он с чашечкой кофе где-нибудь сидит у себя дома или в кафе или на работе или еще где-то и думает о вас мысли о вас здесь есть это не не о том речь идет что он развлекается с другими женщинами нет здесь по уточнению пошли вы просто нам говорят что несмотря на то что он отвлекается сейчас до старается отвлекаться и как-то сильно не загружается однако мысли вас очень много что за мысли тогда уж давайте раскрывать а что за мысли уху пятерка свечей о проблемах которые присутствуют ваших отношениях он считает что у вас очень сильный характер просто так с вами так сказать не забалуешь и не зря у нас на дне колода вышла семерка жезлов то есть такая боевая девушка если вам что-то не нравится то вы можете высказаться он вспоминает когда вы возможно ссорились или что-то друг другу доказывали ли когда между вами возникали недопонимания вот что-то вот такое именно об этом он думает тем более если вы расстались на таких нотах то он значит думает именно об этом мысли здесь его одолевают а как он видит саму ситуацию между вами какова ситуация неустойчивая вероятнее всего у вас отношения по по типу качелеобразных он это прекрасно понимает несмотря на то что вы очень важный человек в его жизни это безусловно кармическая судьбоносная карта колесо фортуны но это не устойчивость то есть очень разные энергии присутствуют в ваших отношениях нет постоянства он об этом думает он это понимает и он таким образом видит ваши отношения но с вами конечно не заскучаешь с вами он получает огромное количество эмоций впечатлений вот действительно как на американских горках катание вот что-то вроде этого если мысли о том чтобы с вами восстановить отношения да на ему хотелось бы чтобы вы забыли обиды чтобы вы забыли претензии вообще если какие-то у вас даже есть но здесь понимаете какой мужчина ему нужна определенная мера свободы я не оправдываю и не говорю что что правильно что нет это как бы не мне судить да может быть и не нам всем потому что каждый живет так как он считает нужным но этот мужчина точно не сможет находиться в отношениях которых будет чувствовать себя как в клетке здесь нельзя на этого мужчину давить здесь нельзя ему ставить условий здесь нужно давать ему доверять ему нужно и давать свободу если он не оправдывает ваше доверие то соответственно делайте выводы и просто нужно закрывать такие отношения когда мужчине нельзя доверять то что если постоянно его держать под контролем постоянно находиться в нервном напряжении это будет разрушать исключительно вашу психику ему будет скорее всего по барабану вот этому мужчине нужно давать свободу свободу не имеется в виду идти и гулять с другими женщинами но не снизу гонять его ни в какие рамки не ставить ему ультиматумов потому что это свободолюбивый товарищ и отношения он хочет иметь именно в таком формате когда у него достаточно большая мера свободы в этом не лазите в его телефон у него есть свое личное пространство некое вы не контролируете каждый его шаг и так далее он хочет чтобы вот такой был формат отношений да для кого-то из ваших мужчин может быть подошел бы вообще легкий формат отношений не вступая в официальный допустим брак да но здесь даже дело не в этом а в принципе он хочет легкости в отношениях эмоциональной легкости хорошо это или плохо давайте не будем судить я вам просто эту информацию передаю ну хорошо помириться если вы поссорились или просто восстановить с вами отношения быть с вами дальше да он хотел бы но хотел бы чтобы вы не запрещали ему общаться еще с кем-то допустим или вообще чувствовать себя более или менее свободным да я понимаю что здесь некая идет не не состыковка если допустим он ваш муж или вы имеете серьезные планы на него но я вам уже сказала если мужчине можно доверять то в принципе там ничего страшного и не произойдет и он ваше доверие не подорвет если же мужчине доверять нельзя то просто значит надо его выпроваживать из своей жизни а можно ли ему доверять вот этому человеку давайте-ка сразу спросим но вы знаете я не скажу что мне прям такого подлеца подлеца здесь сейчас показывают все поняла тут даже не столько о доверии идет речь хотя если говорить о доверии то как раз если вы будете эту меру свободы ему давать то доверять ему можно будет он такой он отшельником вышел по сути это одиночка конечно это такой товарищ который может и сам жить спокойно самим собой в общем-то они так уж сильно из-за этого переживать страдать не могу сказать что мне показали прямо такого уж такого уж парного человека до 1 аркан вышел у нас десятка пентаклей семейный но такие люди даже когда в семье находятся они могут держаться особняком все равно у них такая прям первых личные границы выстроены конкретно во вторых есть ощущение что мужчине необходимо у вас когда вы рядом с ними ему необходимо уходить в себя ему необходимо побыть одному когда-то то есть он не из тех людей которые растворяются в своей партнерше там я скажу что в общих чертах этому мужчине можно доверять в том случае если он удовлетворен если ему все все в порядке кажется в отношениях и не ущемляют его свободу то в общем то в общем то можно доверять до подлеца такого уж прям я здесь не увидела хорошо а если он делает нехорошие вещи то с чем это связано ведь может же быть что он делает нехорошие вещи но здесь основная проблема может быть треугольник если у вас расставание случилось из-за треугольника то и проблема в этом не в том что кто-то подлый вы или он а в том что присутствует проблема треугольника и соответственно ничего хорошего от этого ждать не приходится и здесь и расставания могут быть и переживания и все остальное если треугольника не присутствует то проблема здесь может быть в том что этот мужчина он как будто ищет счастье не может найти он не может удовлетвориться отношениями ни с вами ни с кем-то еще постоянное состояние неудовлетворенности здесь идет вот это тоже может быть проблемой собирается ли какие-то действия вообще делать он собирается появляться собирается ли как-то что-то менять а император гордый очень самолюбивый вплоть до прям горды невозможно даже очень часто императоры очень упрямые очень такие что даже понимает что виноват а все равно не признает вину и не пойдет на первый шаг но вообще мысли о том чтобы что-то делать дальше они а почему не делают они есть но он сидит на месте он не двигается почему вот тут девятка девятка перьев страхи у него есть страхи сделать первый шаг вашу сторону а вдруг вы не захотите его да так и есть двойка двойка перьев а вдруг он вам не нужен а вдруг вы не видите перспектив дальнейших в отношениях с ним у него есть страхи при всем при этом то есть он возможно бы изделал бы шаг в вашу сторону, но страх присутствует, и он сковывает его. К тому же, девочки, для многих из вас здесь может быть так, вот она, пятерка жезлов, здесь страхи, здесь вы такая взявшаяся за голову, а может быть слишком много набедокурил этот мужчина и считает, что вряд ли вы уже его и простить-то можете, а еще он может думать о том, что вы слишком себя накручиваете, он считает, что, возможно, какой-то такой истеричный момент был в ваших отношениях, и его он мог напугать, и он думает, а вдруг я сейчас вернусь, сделаю первый шаг, она мне вот реально истерику закатит, или мозг начнет выносить, или еще что-то. Вот такие страхи у него здесь есть, но по сути это, конечно, его проблема, потому что настоящий император, он не наполнен такими энергиями, значит, здесь у нас император такой, не слишком-то настоящий, слегка поддельный. Ну ладно, давайте тогда спросим, ждет ли от вас первых шагов, ждет ли этот мужчина, что вы сделаете первый шаг? Да как-то не очень, смотрите, он думает, что вы, конечно, назад оглядываетесь, у вас есть желание, возможно, вернуться обратно, но вы все-таки, ну как вот на распутье стоите, конечно, но оглядываетесь на эти кубки, уже прощальным взглядом на них смотрите, и скорее вы хотите уйти уже, чем вернуться обратно, поэтому у него есть ощущение, что вряд ли вы сделаете первый шаг, он понимает, что если восстанавливать отношения, то первый шаг должен сделать он. Теперь я, как всегда, разделяю расклад на две части. Для тех, кто расстался с этим мужчиной по, давайте так скажем, своему решению, или же вы с ним расстались, и со временем вы поняли, что это было правильное решение, и все, и надо ставить точку. Вот для этих людей, давайте спросим так, это решение расстаться с ним было правильным. Да, да, но здесь очень-очень важно завершить эти отношения для себя, закрыть гештальт, вот для себя лично, для того, чтобы восстановить гармонию в своей душе, расстаться с этим человеком с миром. Аркан, мир вышел, идти дальше. Вам предстоит еще очень интересное и увлекательное путешествие по вашей жизни, и не одно. Новые перспективы, новые открытия. Вас ждет новая жизнь, но вам необходимо с этой ситуацией, с этим человеком расстаться мирно, с миром в своей душе, без ненависти, без, не дай бог, там каких-то проклятий в его сторону, без мести, без таких вот отрицательных низменных энергий. Вам необходимо просто, не важно, что у вас было с этим человеком, поблагодарить вселенную за то, что он в вашей жизни был, и отпустить с миром. Так я вижу. Вы приняли правильное решение, и это будет вам на пользу, это теперь шанс вам действительно обрести покой, гармонию с самими собой после завершения этих отношений. Но очень важно завершить их для себя внутренне на позитивной ноте. Постараться сделать так. Вот, поэтому если вы, вам хочется, прям хочется что-нибудь такое сделать, не очень хорошее в сторону этого мужчины, значит вы еще не завершили полностью для себя эту историю, и вас еще там колбасит конкретно, так что тогда о завершении не идет речи. Но если вы уже чувствуете, что вы можете отпустить этого человека, сделайте это с миром. Ради себя самой. Если вы хотите с этим человеком продолжать отношения, имеет ли смысл вообще? Да, имеет смысл с ним продолжать отношения, но все-таки вышла королева Пентакли. Решайте вы сами для себя, а во-вторых, в этих отношениях не теряйте себя саму. Как ни крути, а вы у себя единственная, неповторимая, красавица, умница, любимая, самая прекрасная девочка в мире. Для вас нет никого другого человека на этой планете более бесценного, чем вы сами. Поэтому не теряйте себя, не растворяйтесь в мужчине, а имейте свои интересы, имейте свой круг общения, имейте свой какой-то мир, в который вы вкладываетесь, имейте свои занятия, свои увлечения, ходите на шопинг, балуйте себя к косметологу, в тренажерный зал, на йогу, поддерживайте красоту тела и стабильность эмоциональную свою, наслаждайтесь жизнью. А этот мужчина пусть будет как партнер, с которым вам радостно эту жизнь разделить. Ну, дай бог, чтобы так и было, и ваше расставание состоялось по недоразумению, или не по какой-то прям глубоко такой, глобально глубокой негативной причине. Вот. Так что да, в принципе, есть и решать вам перспективы, решать вам, как дальше быть. Но не забывайте о себе. Себя всё-таки любимую ставьте на первое место. Он в любых отношениях и в любых ситуациях ставит себя на первое место. Он точно не будет растворяться в женщине. Так зачем же вам растворяться в нём? Не надо. Не надо. Пускай это будет союз двух состоявшихся самодостаточных людей, которые наслаждаются жизнью и счастливы поделиться этим друг с другом. Вот так. Мои дорогие, обычно после этого расклада я делаю вызов мужчины. Знаете, да, все, кто у меня на канале, знаете, что это за замечательная практика, очень позитивная, никому не вредящая, приносящая исключительно пользу. Поэтому, если вам необходим вызов, пишите, пожалуйста, под этим видео. В ближайшее время я обязательно его сделаю. А сейчас я спрошу карты Тарум, что этот мужчина хочет вам сейчас сказать. Послание его души вашей душе. Аркан-дьявол, причём посмотрите, какой он в этой колоде. Вот этот мужчина непростой у вас. Он что-то или какие-то практики знает, или хороший психолог, или же ещё что-то в этом плане. Смотрите, позади вот эта сущность. Не хочется обижать вашего мужчину и говорить, что это он. Но на самом деле так и есть. Он пытается вас обнять своими когтистыми руками. Ни в коем случае не выпустить вас из своих рук. Он не прикасается к вам. Но, тем не менее, вы находитесь под его влиянием. Если захотите куда-то в сторону, в его руках, по сути. Если в сторону куда-то вы захотите двинуться, вы не сможете, потому что он тут же вас своими руками, так скажем, обнимет. Не хочу говорить, схватит. Он очень привязан к вам. Он зависим от вас. Он постоянно о вас думает. Вы очень важны для него. Даже не то, что важны. Он ничего с этим поделать не может. Настолько он к вам привязан, настолько он чувствует с вами связь и настолько он боится вас на самом деле потерять. Поэтому этот аркан, эта карта, она может его безусловно даже простимулировать на действие в итоге. Он боится, он панически боится вас потерять, потому что эта связь с вами, она невероятная. И она доставляет ему как боль душевную, так и огромное удовольствие. Вот это он вам хочет сказать. Я привязан к тебе по-сумасшедшему. И выпустить тебя из своих рук я не могу. Хоть я это и не показываю так четко, я тебя не беру за плечи своими руками, но имею в виду, что мои руки рядом. И я тебя вот так вот обнимаю. Я не хочу тебя выпустить из своего поля зрения, из своей жизни. Пожалуйста, будь там, потому что я не могу без тебя. Вот это он хочет вам сегодня сказать. Точка или пауза? Ну, конечно, здесь никакая не точка. Ну, давайте спрошу. Для тех, кто расстался с ним, это точка или он еще может появиться? Конечно, он может появиться. Но тут еще и кто-то новый. Здесь новые отношения могут в вашу жизнь ворваться. Так ярко, так интересно. Вы даже и не ожидаете, что такое может произойти. А это может произойти в любой момент в вашей жизни. Ну, и этот мужчина еще однозначно в вашей жизни может прикатить, как на этой красной машине. Посмотрите, что тут лимузин или что. Кто разбирается в машинах, напишите. Имейте в виду, что здесь не точка. Нет. Здесь этот человек в любой момент может объявиться. Просто вам нужно быть готовой к этому появлению, чтобы опять не устроить эти гонки невероятные. Американские горки, как мы с вами и сказали в течение расклада. Вы опять можете попасть в эту машину и опять на этой сумасшедшей скорости лететь вперед. Хотите вы этого или нет, решайте для себя. Ну, а те, кто хочет с ним продолжать отношения, но сейчас вы с ним на паузе. Это точка или пауза? Это, конечно же, не точка. И здесь есть чувства, здесь есть очень искренние, очень искренние эмоции друг к другу. И у вас к нему, и у него к вам. Так что здесь, конечно же, должно состояться примирение. Уже дальше что с этим делать? Будете, конечно, решать вы, прекрасная королева Пентаклей. Такой у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои дополнительные площадки, кроме Ютуба. Ссылочки на все мои дополнительные ресурсы находятся под каждым моим видео на Ютуб-канале Taro Diamond Dream. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения, конечно же, защиты и покровительства лучших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok